здравствуйте в эфире арт-студия и ее ведущий виктория дронова сегодня у нас в гостях руководитель народного коллектива дома моды tempesta инфинити мария логачева и педагог по дефиле ольга кузнецова дом моды у нас функционирует при дворце дружбы народов губернаторский здравствуйте уважаемые здравствуйте совсем недавно ваш коллектив вернулся с грандиозного фестиваля танца и пластики белая обезьяна который проходил в городе керчь в крыму и вернулся не с пустыми руками вот расскажите во первых как попали на этот фестиваль мы с 2007 года сотрудничаем с таким масштабным большим всероссийским проектом это танцевальный клондайк танцевальный клондайк в россии пожалуй самая крупная организация которая занимается организации фестивалей организации мастер-классов постоянным обучением педагогов россии по разным жанрам но такой любимый их жанр основное направление это все-таки хореография и у них есть два уникальных для даже не только для россии мировых проекта это танцевальная деревня и фестиваль свободного танца белая обезьяна в проекте танцевальная деревня мы участвовали три раза вот за нашу творческую жизнь это очень сложный тяжелый конкурс состоящий из четырех конкурсов за неделю и нам посчастливилось участвовать первый раз вот в первой танцевальной деревне и показать там высокий уровень мастерства именно театр моды потому что театра театр моды как жанр в россии очень принижают так скажем его считают что это низкий уровень исполнительского искусства режиссерской какой-то мысли поэтому в основном даже нет доступа к таким фестивалям у нашего нашей номинации но мы очень понравились жюри очень понравились директору танцевального клондайка это печеричкин сергей анатольевич и вот сейчас только нашему театру моды позволено участвовать в танцевальной деревне то есть других театров моды просто даже не допускает по предварительному отбору уровень должен быть высокий а фестиваль белая обезьяна это совсем для избранных если можно так сказать разно жанровых коллективов но в каждой постановке должна быть какая-то мысль то есть мы не можем просто показать концертный номер там должен быть именно фестивальный номер там должна должна быть какая-то мысль должна быть рассказана какая-то история желательно чтобы она была с такой социально активной позиции и я долго сомневалась стоит ли нам участвовать в подобном фестивале потому что приезжают сильнейшие коллективы со всей страны в том числе приезжают коллективы профессиональные они самодеятельные я предварительно мы были на фестивале танцевальная деревня вот с нашими номерами и там за все четыре конкурса мы получили лауреатство первой степени во всех конкурсов то есть это среди всех коллективов был самый стабильный результат я звонил сергею анатольевичу спрашивала что не будем ли мы там неуместны на этом фестивале да все-таки это фестиваль танцы пластик в основном да с дом моды это коллекция модели и дефиле правда конечно будем ли мы уместны не будем ли мы там смешны не слабые ли у нас коллекции так как он просматривал нас он сказал нет вы будете уместны я за что вы приехали и приедете и я готов вам выслать официальное приглашение чтобы действительно вы приехали на официальном основании что вас приглашают на этот фестиваль вот так мы поговорили отобрали свои коллекции которые действительно подходят под данный фестиваль потому что абы что туда не повезешь конечно ну и с богом так скажем отправились в путь фестиваль пластики и танца а что представили вы мы не танцевали потому что вас дом для так как вы поразили жюри мы представили с три своих театрализованные постановки театрализованное дефиле и основной изюминкой наших номеров это именно была идея и режиссерская и актерское исполнение то есть в пластике в своей мы остались в пластике дефиле дефиле это тоже своеобразная пластика пластика шага пластика движения пластика поворота головы руки все это очень важно все это создает образ я всегда сравниваю манекенщицу с балериной то есть балет это тоже достаточно своеобразный танец до танец но своеобразный и все-таки они своими движениями говорят текст говорят очень ярко с огромной актерской подачи и жизнью я считаю что все-таки в эстрадном танце этого меньше и в народном танце все-таки этого меньше и поэтому до манекенщица она ограничена в своих движениях на не может быть настолько пластично все-таки есть определенные жанровые особенности у нас но актерское мастерство нам никто не запрещал использовать режиссерская идея режиссерская мысль тоже у нас есть и мы взяли три наших коллекции это записки гения которая основана на произведении булгакова морфий это мысль неизреченная она основана на произведении виктора гюго человек который смеется и коллекция царевны она просто пропитана так скажем нашей общей педагогической мыслью о наших царевнах о наших нашим так скажем российском женском начале потому что я считаю что в каждой нашей женщине девушки живет именно царевна а 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 вот на ваш взгляд до зрителя до жюри но до жюри я так поняла удалось донести то что вы вкладывали в своей коллекции да а до зрителя зритель понял что вы хотели ему показать зритель на данном фестивале взрослый зритель там было много еще детских коллективов понял возможно не сразу прочиталось произведение но мы не ставили такой целью то есть мы просто отталкивались от литературного материала они поняли основной смысл потому что у нас тоже все не в прямую там записки гения например главный герой булгакова это все-таки мужчина да это земский врач а мы показываем его вторую половину мы показываем как женщина деградирует рядом с таким мужчиной как она если там речь идет именно о наркомании наркотиках то есть если вдруг женщина начинает употреблять да вот эти наркотические средства как она деградирует как деградирует именно ее женственность ее личность да не в прямую с кем-то пришлось поговорить кто-то задает вопросы но это наверное самое и главное что когда ты своим творчеством вызвал какие-то вопросы тоже у зрителю в прямую тоже не все мы и не старались сделать в прямую мы все-таки старались показать насколько мы это можем тоньше эту мысль и также мысль незреченная то есть мы не рисовали никаких уродств на лице мы не даже пластикой не изображали уродства мы наоборот отошли от этого мы хотели показать уродство моральное вот через этих людей которых уродовало время что они же это у нас такой балаган и они выходят на площадь показать себя мы такой мостик между их вот изуродованностью и между и моральным уродством того общества хотели показать ну и просто даже вот этот вопрос поднять потому что и в нашем обществе очень много некрасивого происходит сейчас и это выставляется тоже на показ в виде балагана о Оль, как вы, педагог по дефиле, как удалось поставить шаг манекенщице так, чтобы зритель понял, о чем идет речь? Все-таки дело здесь не только в шаге, а в режиссерских решениях. Как актерски и режиссерски можно рассказать ту или иную историю. Но это я хочу сказать в поддержку слов Марии, что мы дали все-таки на максимум пластики возможного в дефиле и актерской игры. Поэтому в данном фестивале мы смотрелись абсолютно логично. Через режиссерские решения мы смогли выставить все действительно, простроить так, таким образом, что вот я хочу сказать, что непосредственно с жюри и с зрителями общалась больше я. Так у нас получилось, что они на самом деле полностью смогли прочитать происходящее на сцене без хореографической лексики. Хотя им это более понятно, так как они больше танцоры там все. И вот даже без этой хореографической лексики через наше видение, да, с другой стороны смогло все прочитаться. А дефиле – это в данном случае больше не то, через что мы рассказываем, мы больше рассказываем через актерскую игру, а то, как мы это показываем. Костюмов. Кто модельер? Кто представлял костюмы? У каждой коллекции абсолютно разные дизайнеры, модельеры. Все, самое приятное и самое ценное – это все три модельера. Они все родом из Ульяновска. В записке гения – это модельер Мария Кирейкина. Очень талантливая девушка. Сейчас уже очень крупный взрослый специалист в своей области. Коллекция «Мысли неизреченные» – это Татьяна Кузнецова и Светлана Рябова. Это уже тоже взрослые, очень крупные специалисты, которые сейчас работают в Москве и очень востребованы там. И коллекция «Царевны» – это Юлиана Благовская. Она сейчас организатор очень большого крупного модного фестиваля по Поволжью. Это их коллекции. Коллекции мы создаем в Театре моды своим таким образом. Либо у нас рождается идея, и мы идем к дизайнеру. Идем к тому дизайнеру, который сможет это воплотить. Потому что у каждого человека абсолютно свой взгляд на моду и свой стиль. А нам нужно тут попасть в четкую реализацию нашей идеи. Так было с мыслью «Неизреченный». «Записки гения» – это была коллекция авторская Мария Кирейкина. Она с ней заняла гран-при у Александра Васильева на Поволжских сезонах. Это было давным-давно. И она рассказывала о мужчинах в этой коллекции. Изначально она была мужская. Изначально она была вообще мужская, костюм мужской. А мы увидели другую грань показа, как мы можем ее представить. И переделали просто под свою идею, не изменив ни одного костюма. И коллекция царевны – это была выпускная работа Юлианы. Это ее была дипломная работа, когда она заканчивала у нас Ульяновский государственный университет. И это были свадебные платья. То есть она делала как свадебный наряд нового времени, нового поколения. А вот мы увидели в этом действительно и глубину веков, и такую серьезную мысль. Мы увидели в них царевен, и выкупили эту коллекцию, и уже создали свой номер. Вы получили две статуэтки белой обезьяны. Вот за что конкретно? Ну, одна статуэтка – это однозначно за костюмы. То есть лучшие костюмы фестиваля были признаны нашими. Это одна статуэтка. Костюмы и декорации. Костюмы и декорации. То есть именно это работа с самим костюмом, потому что и в хореографии, и в театре моды. Очень ценится, чтобы костюм, он не просто был одеждой, он играл. Он на сцене был продолжением танцора, либо манекенщицы в таких фестивалях. Плюс декорации. Мало придумать какую-то декорацию, с ней нужно работать, чтобы декорация жила. У нас было очень много декораций в записках гения, и все они работали. А в мысли неизреченные, вот наша телега, мы изначально ставили нашим воспитанникам такую задачу, чтобы телега, она не просто жила, она была восьмым вашим партнером. То есть она была одухотворенным персонажем. Это прочиталось. Вот костюмы, декорации, работа с декорациями. И вторая статуэтка – это за наши идеи, за наше понимание вообще жанра, за, так скажем, вот общий смысл наших идей, как бы за наш стиль, что ли, за наше именно творчество. Так ты не плачь, не стой. Моя одинокая, не леточка. Катарина, скатая, родная, воеванка Москвы. Лучше синие шейки свою, Затяните подорога, коржевечкой. На фестивале «Белая обезьяна», на фестивале «Пластики и танцы» проходит большое количество мастер-классов. Знаменитые педагоги приезжают. Вот скажите, с кем удалось пообщаться? И что для себя вынесли вот с этого конкурса? Ну, самый... Ну, для меня, по крайней мере. Я думаю, для нашего коллектива самый основной педагог, за мнением которого мы ехали, это Павел Самохвалов. И на его мастер-класс нам удалось поприсутствовать. Он давал современную хореографию, которая помогла нам в том числе не научиться, а поймать суть, как можно, может быть, немножко по-другому. С другой стороны, подойти к дефиле и к выражению актерского персонажа, актера на сцене. Вот. Он изначально, когда мы в первый раз попали вот на танцевальную деревню, это был первый такой мэтр, с которым мы познакомились, который, я бы даже сказала, толкнул нас на дорогу именно подобного рода движения с такой яркой режиссуры и актерской игры. И вот его мнение было нам важно более всего. И вот он как раз-таки нас и понял. Может тогда, Мария, вам немножко переименовать и назваться не домом моды, а домом танца и моды? Вот не думали? Нет, мы сразу в начале еще своей деятельности отсекли полную мысль такую, мы за чистоту жанра, за чистоту именно манекенщицей и фотомоделей. К нам приходят абсолютно другие дети. То есть в каждое направление, вот я заметила однажды, было такое наблюдение, на улице Ленина напротив друг друга стоят музыкальная школа и художественная школа. И вот я ждала режиссера, там пришлось долго подождать, и вот шли дети. И они даже шли по-разному. Вот музыкант, его было видно, что идет музыкант, а художник, его было видно, что идет ребенок-художник. При этом они не нанесли там скрипку или не несли кисти, но это было понятно. Музыкант шел музыкально, а художник, он постоянно что-то смотрел. Вот эти дети, они останавливались и смотрели на какие-то стены, на дорогу, еще что-то. Они постоянно были вот в каком-то таком движении. К нам тоже приходят своеобразные дети со своеобразной пластикой. Хореографы, дети, которые любят хореографию искренне, это совсем другие дети. С нашими детьми, конечно, можно всю природу поломать человека, тем более ребенка. Но этого не хочется. Хочется взять вот это начало, это любовь к нашему искусству, и развить максимально гармонично это. Потому что мы много ездим, много участвуем в фестивалях, и мы видим, как модели пытаются танцевать. Это всегда хуже, чем танцуют хореографы. И вот мы плохо не хотим танцевать, потому что если бы мы приехали и в какой-то номер вставили танец и сделали это плохо, то мы бы получили не то, что не получили ничего, мы бы получили очень строгие замечания. Потому что на таких фестивалях очень строго судят и очень прямо говорят, то есть не жалеючи. Есть фестивали, которые пожалеют, поддержат, приголубят, там скажут, что ты молодец. Нет, здесь очень все строго, и поэтому мы давно определились, что жанр у нас будет, вот он чистый будет. Все-таки до моды. До моды, да. Все-таки мы не танцуем. Да, да. Скажите, вот как попасть к вам ребятам? Мы начали уже об этом разговор, да, про ваших ребят, которые принимают участие в дефиле, которые приходят к вам на занятия, в вашу школу. Вот как попасть к ребятам? И расскажите немножко о ребятах, с какого возраста, по какой возраст они у вас занимаются? К нам на самом деле попасть очень просто. Для этого нужно просто найти нас в соцсетях, либо найти наши телефоны, они все доступны, позвонить и прийти на родительское собрание в августе месяце, прослушать всю информацию. Если родители устраивают наш график работы, наши прежде всего мысли, цели, там, ценности, которые мы детям будем прививать, то родитель записывается и начинает ходить. Занимаемся мы с детьми от двух лет до 18, так скажем, ну, официально, можно так сказать, да, такой возраст детский считается. В народный коллектив мы принимаем не всех детей, то есть дети сначала должны пройти обучение и пройти отбор в основной состав. То есть это и есть народный коллектив. Приглашаем всех желающих, потому что отбора у нас никакого нет. Мы принимаем всех желающих. Если вам близки наши ценности, которые, я думаю, уже стали понятны из нашего разговора, если вы хотите стать профессионалом, возможно, в нашем деле или применять наши знания в своей жизни, то мы вас приглашаем. Снова ждем здесь, в арт-студии, вас с новыми статуэтками, с новыми победами и с новыми впечатлениями. Спасибо. Спасибо вам. Большое спасибо за приглашение. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!